Кризис туристической сферы. За несколько месяцев обанкротились десятки туроператоров. В чем причина столь резкого обострения ситуации в этой отрасли, а также к чему готовится саратовским туристам? Мы поговорим с председателем гильдии туристического бизнеса при торгово-промышленной палате Саратовской области Дмитрием Анпилоговым. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Здравствуйте, Александр. Дмитрий Викторович, этот год для отечественной туристической отрасли может стать самым тяжелым и убыточным. Как вы считаете, в чем истинная причина фиаско? На мой взгляд, причина ясна. Это общий спад экономический, это кризис, это санкции и вообще общее настроение, которое бытует в обществе. Давайте более подробно об этом поговорим. Сколько фирм обанкротились уже на российском рынке? Как вы заметили, говорите, десятки туроператоров. На самом деле, на мой взгляд, обанкротилось всего три крупных туроператора. Это Нева, это Лабиринт, ну и Диал Туры и Лабиринты тоже самые фактически. То есть вообще два. Пострадавших действительно много. Это многие тысячи человек по России. А все остальные, как вы говорите, десятки туроператоров, это мелкие компании, о которых и не слышно было, в свое время и не видно. Дмитрий Викторович, как вы считаете, в чем причина банкротства мелких туроператоров? Дело в том, что многие туроператоры постоянно пытались расти и расти, скажем, на порядок каждый год. И проплачиваются отели, бронируются рейсы заранее, как правило, за полгода вперед. И не было еще, скажем так, зимой, когда это все начиналось, не было такой информации, что так вот все будет не очень хорошо. Те компании, у кого были кассовые разрывы, кто надеялся перекредитоваться, сейчас стало и кредиты сложнее брать. Банки многие отказывают, не секрет. И это тоже является одной из причин банкротств некоторых компаний. Дальше опять самое основное, как я считаю, что нельзя путать деньги, свои деньги и деньги туриста. Вот самое основное. Если есть соблазн, деньги, которые принес турист, потратить по своему усмотрению, или пускай даже не по своему усмотрению, а проплатить вперед что-то там, какой-то самолет или пароход, то эта дорога в никуда. И вот сейчас как раз такой момент, когда это все вскрывается, когда появляются все вот эти вот тонкие места, и они начинают рваться. Помимо просто пострадавших туристов, которые заплатили деньги и никуда не полетели. Есть еще, как правило, самое тяжелое, самое неприятное. Туроператор проплачивает авиабилеты и отели. Правильно. Договора, контракты все заключены. Да. Приезжает наш турист, в отель заселяется, туроператор обанкротится. И тут отель говорит нашему туристу, ваш туроператор обанкротился, заплатите мне деньги. В порядке вещей выставляют и пугают туристов, отбирают в них документы, паспорта. Вот здесь вот эта ситуация, в частности, я уже думаю, это не наша проблема, не нашей отрасли, это проблема нашего государства. Так вот, ну как вот избежать всего этого? На самом деле, знаете, банально все. Бесплатный сыр, только мышеловки. Вы приходите в агентство, вы посмотрите, прежде чем платить деньги, сколько там человек работает, в каком они подвальчике сидят, и подумайте сами, стоит ли бежать туда, нести деньги свои, заработанные, и потом волноваться, что будет с ними дальше. Поэтому первый этап, это я считаю, что нельзя вестись на скидках, потому что основная проблема банкротства турагентства, это большие скидки. Вот кто дает скидку больше 5%, это заложники того, что они обанкротятся, потому что невозможно работать бесплатно. Дмитрий Викторович, на этой ноте мы заканчиваем наш диалог. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания. Я напоминаю, у нас в гостях был Дмитрий Анпелогов.